Питер Де Мэй, директор Центра межконфессиональных исследований Факультета теологии и религиоведения Лёвенского католического университета. Доктор богословия, профессор. Вы один из основных организаторов конференции. Не могли бы Вы сказать несколько слов о том, как эта идея возникла? Эта идея появилась после того, как около двух лет назад Вселенский патриарх высказывался несколько раз о необходимости приложить больше усилий для того, чтобы созвать все православный собор. Он даже называл тогда конкретные даты, 2012 или 2013 год. Конечно, мы понимали, что подобные даты уже назывались и раньше, и что крайний срок для этого вполне возможно на самом деле не был определен. Но нам все же захотелось некоторой надежности, и поэтому мы решили провести это мероприятие осенью 2012 года, чтобы в запасе оставалось еще несколько месяцев до Всеправославного собора, если бы он был создан. Конечно, мы также понимали, что в том случае, если возникнут дальнейшие затруднения, и собор будет вновь отложен, будет крайне важно организовать академическую конференцию, посвященную основным темам Всеправославного собора, которые были согласованы уже несколько десятилетий назад. На прошлой неделе, когда, собственно, и состоялась конференция, я с удивлением узнал, что подготовка Всеправославного собора до сего дня была в некотором роде только предметом размышлений на официальном уровне в Православной церкви. Поэтому заявления Вселенского Патриарха и его окружения были скорее инициативой с их стороны. Как таковых представителей академического мира еще не привлекали к размышлению вместе с Православной церковью относительно принятия мер по подготовке к собору. Поэтому наша инициатива проведения конференции была воспринята, по крайней мере, богословами Православной церкви как важное средство для разъяснения православному народу и важность грядущего Всеправославного собора. Как вам кажется, оправдались ли ожидания и цели организаторов на этой конференции? Я хочу сказать, что, в целом, мы очень рады. Конечно, с самого начала мы нашли важность мне бы хотелось сказать, что в целом мы очень довольны. Конечно, с самого начала мы считали важным представить разнообразие мнений и высказываний в православной среде относительно тем собора. Поэтому мы решили распределить 10 тем повестки собора на 5 секций, так как это был единственный способ эффективно организовать работу конференции. Мы сочли также, что крайне важно представить в каждой секции двух православных докладчиков из разных юрисдикций. Причем они не были приглашены в качестве официальных представителей той или иной юрисдикции. Это были православные богословы, выбранные нами на основании их академических достижений, как серьезные ученые, которые должны внести важный вклад в отношение одной из рассматриваемых тем. Я должен сказать, что в общем и целом, мне кажется, важен тот факт, что мы смогли пригласить в каждую секцию двух православных ученых со значимыми выступлениями. И в некоторых случаях эти выступления могли быть крайне критичными в отношении, например, роли православной церкви или слишком тесных связей между церковью и государством, или ответственности за некоторые этические проблемы в обществе, которые разделяет церковь. Так вот, я думаю, что эти выступления в большинстве случаев были очень хорошо подготовлены, и все мероприятие было значимым событием. Кроме того, мы решили пригласить в каждую секцию одного католического или протестантского богослова, чтобы рассмотреть тот или иной вопрос с другой церковной перспективы. Мне кажется, это решение сильно обогатило содержание каждой из пяти секций. Вы и сами произнесли блестящий доклад на конференции. Вы не могли бы в нескольких словах рассказать о его содержании. Да, для нас было очень важно в тот момент, когда конференция готовилась, сделать так, чтобы она совпала со временем, когда церковь, которой я принадлежу, римокатолическая церковь, отмечает 50-летие Второго Ватиканского собора. Как кажется, успех этого собора был достигнут благодаря пророческому решению Папы, который созвал этот собор, Папы Иоанна XXIII, пригласить наблюдателей из других христианских церквей с тем, чтобы они приняли активное участие в проведении Второго Ватиканского собора. Конечно, в то время католическая церковь не была вовлечена в активный экуменический диалог с другими церквями, так что это дало католической церкви возможность узнать, познакомиться и воздать должное богословам из других христианских церквей. Поэтому было принято сознательное решение пригласить скорее богословов, у которых уже был опыт экуменического общения, к примеру, во Всемирном Совете Церкви, чем официальных церковных представителей, например, епископов. Конечно, им были предоставлены почетные места в Базилике Святого Петра во время публичных мероприятий, а также во время всех заседаний. Но их роль была крайне важной на тех заседаниях, которые были организованы специально для них, когда они имели возможность выразить свое отношение к текстам, которые в этот момент разрабатывались и обсуждались в Базилике Святого Петра, где наблюдатели не имели возможности высказать свое мнение напрямую. Вообще говоря, никакие материалы от них не скрывались. Они имели доступ к новейшим обсуждаемым текстам, каждую неделю секретариат по христианскому единству, который отвечал за то, чтобы радушно и тепло принять наблюдателей, приглашал их на еженедельные встречи в течение тех двух с половиной трех месяцев, когда заседал Собор. И на этих встречах они обсуждали все те же тексты, которые в тот момент рассматривались самим Собором. на нашей конференции я попытался некоторым образом восстановить основные моменты присутствия наблюдателей с самого начала Второго Ватиканского Собора до самого его конца. А в самом конце, надо сказать, была совершенно незабываемая литургия Слова, которая впервые была отслужена в присутствии Папы Римского в базилике Святого Павла вне стены. Такая служба ежегодно совершается в конце так называемой недели молитв о христианском единстве, недели между 18 и 25 января, а в данный момент проводится в присутствии Папы и с его особого утверждения. Так что это была в каком-то смысле первая неевхаристическая литургия на высшем уровне. Помимо этого общего обзора, я также уделил внимание двум крайне важным для Рима католической церкви документам. Первый получил наименование «Догматическая конституция». Это наш официальный документ, отражающий взгляд церкви на экклезиологические вопросы от истоков нашей церкви до сегодняшнего момента, потому что для нас, конечно, собор является наивысшим выражением церковного учения. В то же время Второй Ватиканский собор выпустил очень хороший документ, в котором католическая церковь изложила свою позицию по отношению к экуменическому движению. Этот документ называется «Декрет об экуменизме». Итак, эти два документа были официально обнародованы на третий год после начала собора, в 1964 году. Но в течение первого года заседание собора римская курия, то есть официальный орган католической церкви, подготовила свой собственный первый документ, который, однако, отражал предсоборные неосхоластические взгляды. В результате оба документа были исключены из обсуждений в течение первого года заседаний. И только второй год стал решающим в этом смысле. Между первым и вторым годами были подготовлены новые проекты, в которых видна гораздо большая открытость по отношению к экуменизму. Так что, когда наблюдатели на второй год сформулировали свое собственное отношение к одним текстам, их реакция была крайне важной. и они даже хотели улучшить эти тексты. Мы можем доказать это, потому что именно здесь, в Леване и в Левен-Ланёв хранятся в архивах некоторых епископов и богословов, бывших на Втором Ватиканском Соборе, тексты отчетов тех самых наблюдателей. Так что на основании этих текстов мы смогли показать, что наблюдатели тоже оказали влияние. Некоторые говорят, что оно было больше, чем у обычных епископов, на некоторые окончательные формулировки в этом документе. Питер, результаты Второго Ватиканского Собора для Православной Церкви были невероятными. Снятие анафемы, признание таинств Православной Церкви. Мы не могли даже ожидать подобного. Как Вы думаете, это православные наблюдатели оказали такое влияние на принимавшиеся решения? И если да, кто именно из делегатов мог оказать такое влияние? Мне кажется, что на основании отчетов с тех еженедельных заседаний, к примеру, складывается впечатление, что некоторые группы наблюдателей были очень активными. В 1961 году, во время Третьей Ассамблеи Собора, православные впервые приняли участие в его работе. Поэтому Всемирный Совет Церкви отправил в качестве делегатов двух известных богословов. Одним из них был доктор Лукас Фишер, секретарь богословской комиссии, а второй греческий православный богослов Никас Несиотис. Как представляется, именно Никас Несиотис был серьезно вовлечен в изучение документов, а также он записывал свои наблюдения относительно того, что происходило на соборе. Так что он оказал значительное влияние на некоторые результаты. Кроме них, я должен упомянуть еще одного богослова, который на соборе не присутствовал, но чьи работы серьезно изучались и оказали огромное влияние на решение собора. Я имею в виду русского богослова Николая Афанасьева, одного из представителей православной диаспоры во Франции, представителя Святосергиевского института, где собиралось большое количество людей. Как многим известно, в те годы он уже опубликовал некоторые из своих основных статей, большую часть в журнале «Иреникон», который издавали насельники монастыря Шеветонья в Бельгии. За несколько лет до созыва собора Афанасьев опубликовал статью, в которой он утверждал, что нужно уделять больше внимания развитию евхаристической экклезиологии, нежели подчеркивать универсальность и всеохватность церкви, причем начинать следуя с поместной церкви. Эта идея предвидения Афанасьева — единственная статья, единственный текст, написанный некатолическим богословом, который был официально процитирован в примечаниях к соборам документам. Эта идея — это предвидение Афанасьева — единственная статья, единственный текст, написанный некатолическим богословом, который был официально процитирован в примечаниях к соборным документам. Это ясно показывает, какое огромное влияние Афанасьев оказал на документы собора. Верите ли вы в то, что когда все православный собор будет созван, католические или неправославные наблюдатели, если их пригласят на собор, смогут оказать влияние на решение собора? И каким могло бы быть это влияние или положительный вклад от такой группы наблюдателей? На нашей конференции Мишель Ставру ясно заявил, что еще очень многие вопросы требуют обсуждения, так что между католиками и православными, как кажется, все еще пролегает глубокая пропасть. И мы, конечно, надеемся, что наша конференция внесла свой вклад в обсуждение этих вопросов на реалистичном уровне, а не на чрезмерно оптимистичном. И все же я верю и надеюсь, что во время Всеправославного собора наблюдатели от Римно-католической церкви будут приглашены, чтобы сыграть роль подобной роли наблюдателей на Втором Ватиканском соборе. Субтитры создавал DimaTorzok